Маленькая, но гордая компания Suzuki нежно любима маленьким коллективом нашего скромного канальчика. Шутка ли уже третья Суза за последний год в тестах? И на этот раз более чем адекватная. Отличный конкурент для Nissan Juke и Skoda Yeti. Suzuki Vitara S пятого поколения в тест-драйве за 60 секунд на теории Лобанова. Поехали! Увидев меня на Vitara, друзья спросили, Сереж, а что ты про нее будешь писать? Она же, ну, обычная. На самом деле, Vitara со многих точек зрения весьма заурядна, но для компании Suzuki с ее весьма своеобразным модельным рядом это настоящее достижение. Она хорошо выглядит, всяко лучше уродцев от Nissan и Skoda. Она хорошо едет, атмосферник спокойный, турбомотор значительно веселее и оба очень экономичные. Меньше пяти литров может быть расход, если совсем упороться по экономичности. Подвеска радует своей мягкостью, салон просторен, интерьер без изысков, но удобен. Есть семь подушек, блютуз, круиз, нету проектора, подогрева руля, автоторможение. В целом, нормальная машина не хуже той же Креты, но у Suzuki нет российского производства. А импортные венгерские машины сейчас стоят вплоть до 1,7 миллиона рублей. Впрочем, если уж вы решили выбрать гитару, то вы получите два УТП. Во-первых, ни у кого из конкурентов нет такого низкого веса. И во-вторых, ни у кого нет такого четырехрежимного полного привода. На самом деле, ну что значит маленькая компания Suzuki? В Японии Suzuki продает в 100 раз больше машин, чем в России. При том, что весь автомобильный рынок японский всего в три раза больше, чем российский. Ну просто в Японии основной бизнес Suzuki это кейкары, маленькие машинки, всякие Alta, Wagon R+, вот эти вот все. А в России, ну, Vitara и SX4. Ну, что сказать про Vitara? Самое интересное здесь это возможности кастомизации. То есть, например, крыша может быть цветной, черной или белой. Там зеркала, колесные диски и так далее. И самое прикольное, вместо центрального дефлектора вентиляции можно заказать часы аналоговые. Они стоят там 5 или 10 тысяч рублей где-то. И можно разные подложки выбрать. Там может быть карбон или что-то еще. Самое веселое это часы, где вместо цифры иероглифы. Я бы себе взял именно такие. Ну, то есть, как вместо цифр? Это цифры есть японские. Ну, то есть, даже не японские, а китайские. Ну, то есть, это кандзи, то есть, те китайские иероглифы, которые японцы используют для записи цифр. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И теперь у нас получилось 18.23 здесь на часах, 18.26 там и ровно 18.25 тут. Трое часов в машине и все показывают разное время, потому что все настраиваются в разных местах. Передаю привет компании Сузуки и ее инженерам. Это была теория Лобанова. Тест драйв за 60 секунд. Оставайтесь с нами. Пока.